Вот очень интересная история в жизни. Я читал про поездку в Нью-Йорк, встречу с интересными людьми, которые оказались протестантами, да, баптисты, по-моему. Я просто когда читал, вспомнил, что я первый раз в своей жизни увидел таких рьяно верующих людей, именно баптистов. Мне было 10 лет, и в деревне, где мы приехали из Москвы на лето отдыхать, соседи оказались баптисты. Мало того, у них вот этот дом был молельный дом, куда приходили еще другие баптисты. А это там 74-75 год. Очень мне хотелось выучить язык. Очень. Потому что была мощная тогда интеграция, это было на уровне, мне кажется, правительства даже. Что все должны. Ну, так происходит. То есть не должны, но я видел, что так происходит. Человек как чувствующий и, в общем-то, активный. Я без разговоров... Мне с детства хотелось знать язык. Очень хотелось. У меня в школе не было возможности его нормально выучить. Я учил его как мог, но ничего не знал. Он ходил на курсы. Вот как-то так с друзьями, с бизнесменами пообщались. Говорят, да, конечно, надо делать и все. Давай, делай визу. Сейчас деньги будут первые от проекта. И все, покупай себе обучение. Все, вперед. Языка, ну, вот совсем знал. Вот так слабо. И все, оказался с сумкой. Вышел. Понимаю, что да, я в каком-то немножко другом мире. На метро доехал по красной ветке. И нашел этот дом. Я встретила баптистская семья, как выяснилось. В семье, как в семье. Курить нельзя, ничего нельзя. Но я и так не курил, и так не пил. Я был настроен на одно. Понял. После, в общем-то, первой... Я четко понимал, что я хочу семью. Женщину надо, наверное, выбирать такую, чтобы уже был... Ну, такую перспективу, в вечность. Потому что иначе невозможно. Иначе просто глупо. Надо жить тогда по-другому. Жену навечно, но всегда надо выбирать. А как? И понял, что, наверное, надо обратиться здесь как-то к высшим силам. Вот просто и сказать себе, что я готов принять жену, с которой... Ну, пусть она будет, вот, ну, как из ребра, знаешь. Пусть. Не хуже, не лучше. Не надо лучше. Потому что мы всегда ищем лучше себя. На это настроился. И с этими мыслями, в общем-то, улетел в очень непростую атмосферу Америки. И сохранился, надо сказать, в ней очень легко. У меня был завтрак и ужин. Была койка в 10-метровой комнате. Колледж, в который я мог ходить с 225 на 242 стрит пешком или на метро. Вот эти вот переходы, между ними центр парк, прогулки. Как там оказался? Почему я туда поехал? Просто, может быть, посмотреть, я уже не помню. Но я точно оказался возле церкви православной нашей. На 97-й улице стрит. Свидетель Николая. Николай что-то вот сюда. Да. Зашел этот храм. Там произошла исповедь. В общем, первая исповедь. Я очень хорошо помню священника. Не помню, как его звали. Но очень бы мне хотелось с ним повидаться когда-нибудь, если бы это случилось. Исповедовался два дня. Потому что он ее смог как-то увлечь этим процессом. Как-то это происходило в стороне, где-то в углу вообще в каком-то... Было страшно сначала, потому что неудобно. Но ощущение чужбины и какого-то расстояния от произошедших всех событий жизненных. Где-то далеко, какая-то незащищенность, как на облаке. В общем, это стало происходить. Постепенно, постепенно я как-то начал говорить, он начал спрашивать. Было неестественно, было странно, было очень как бы легко, потом трудно. Человек сделал, в общем, свое дело. Просто, наверное, пять с плюсом отработало. Мощнейшее. После первого дня я вышел, понял, что ничего страшного не произошло, небо не упало. Я иду, живой. Стало как-то интересно, легко. Переночевал, утром проснулся, поехал опять туда. Продолжили. И закончили. После чего он мне сказал, ты знаешь, интереснейшее абсолютно событие. И в твоей, и в моей жизни. Слава Богу, что так случилось. Продолжение следует... Продолжение следует.